Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Здравствуйте. Пошли уже третьи сутки с момента задержания журналистов телеканала LifeNews Олега Сидякина и Марата Сайченко. И до сих пор журналистское сообщество расколото в споре о том, каковы пределы допустимого в журналистской профессии в зонах конфликта. И тема нашей сегодняшней беседы – журналистика на войне. Мы беседуем со спецкором «Новая газета Юлия Полухина», она в нашей студии. Как вы считаете, Юлия, кто прав в этом извечном споре? Может ли журналист как-то выражать свои симпатии и работать, что ли, на одной из сторон конфликта? Ну вот в данном случае, я думаю, что надо разбираться, наверное, больше в другом. Симпатии журналист может выражать практически всегда и везде, но это никак не может сказываться на его работе. Он выполняет свой журналистский долг. Он работает в данном случае, может работать с одной стороны на войне, может работать с другой стороны, проводить съемку, видеть, как идут бои. Но это его профессиональная деятельность. Он выдает это в эфир. И задерживать непосредственно за это и предъявлять потом впоследствии обвинения, я думаю, это неправильно. Не думаю, я уверена, что неправильно. Это, наверное, скорее какие-то агрессивные уже действия. В этом очень надо серьезно разбираться. Давайте дадим слово главному редактору телеканала «Лайф-Ньюс» Анатолию Сулейманову. Добрый вечер, Анатолий. Какое журналистское задание имели ваши сотрудники Олег и Марат? Добрый вечер. Журналистское задание было следующее. Им нужно было приехать в Украину, в Краматорск. Потому что у нас в Краматорске, ну, как вы знаете, Славянск, Краматорск, там идут наиболее активные боевые действия. В Краматорске у нас группа работала, а до Краматорска, от Славянска, чтобы добраться, несмотря на то, что там расстояние 15 километров всего, но там два блокпоста стоят, и это практически невозможно. Ну, тяжело очень, да? И, соответственно, там время занимает в пути два часа, иногда три часа, вот эти 15 километров преодолеть. Вот. Потому, естественно, им нужно было проехать в Краматорск. Вот такое у них было журналистское задание, редакционное. Давайте послушаем, что сказал президент Владимир Путин по поводу возникшей конфликтной ситуации. Нам очень сложно будет строить отношения с людьми, которые приходят к власти на фоне продолжающейся карательной операции на юго-востоке Украины и препятствуют работе прессы, причём не просто препятствуют, а ведут себя всё более агрессивно и агрессивно. Это, конечно, с точки зрения легитимации, с точки зрения объективности результатов будет вызывать, конечно, у нас большие-большие вопросы. И я очень рассчитываю на то, что наши партнёры и в Европе, и в Соединённых Штатах услышат и поймут, наконец, что происходит. Абсолютно. Как мы недопустимо то, что сейчас происходит с журналистами. Ведь журналисты Life News, которых там сейчас уже во всех смертных грехах обвиняются, в том числе в том, что они там оружие какое-то проносят, что полная чушь, абсолютная чушь и бред абсолютно. Но задерживаются также иностранные граждане, которые работают на российские средства массовой информации. Это абсолютно недопустимо. И, конечно, изначально будет возникать большой вопрос по поводу легитимности всех этих политических процедур. Надеюсь, что и украинские власти предпринят необходимые шаги для того, чтобы облагородить, как минимум, политический процесс, который сейчас происходит на Украине. Вопрос Юлии. Вот вы работали в Одессе. В чем там была главная профессиональность трудности? Каков был масштаб риска? Одесса от Краматорска все-таки отличается. Если в Краматорске идут какие-то реальные бои, то в Одессе этого ничего нет. В Одессе все-таки все спокойно, мирно, за исключением последних событий, которые попытались, наверное, как-то сместить центр тяжести. И самая большая, наверное, опасность там работа с самими представителями тех или иных лагерей. Потому что что сторонники Майдана, что сторонники антимайдана не верят прессе. Они не верят журналистам и доведены вот до такого состояния, когда они вынуждены все время проверять документы. Смотрят, а ты журналист, а какой? Агрессивно относятся по отношению к журналистам. Вы про нас все врете. И сторонники антимайдана, например, 4 и 3 числа, когда они там собирались, где-либо они собирались, и если они узнавали, что ты журналист, они сразу на тебя бросались и кричали, что вы опубликовали, что мы сами себя сожгли в Доме профсоюзов. То есть вот на этом уровне. Сторонники Майдана очень боятся, что их будут снимать, фотографировать, снимать их лица. И антимайданы тоже народные дружины. В общем, вот главная опасность, наверное, работы больше с людьми. С правоохранительными органами я, честно говоря, там не пересекалась с жесткой точки зрения. Наоборот, там милиция в Одессе действовала исключительно вежливо по отношению ко всем. Вопрос Анатолий Сулейман. У вас это первый такой серьезный конфликтный случай с вашими сотрудниками, попавшими в горячую точку? А в слово Анатолий? Да нет, честно говоря, уже далеко не первый конфликт. Если скоро мы говорим об Украине конкретно, то у нас таких конфликтов было великое множество. Потому что изначально мы отправляли, конечно, наших журналистов достаточно официально с журналистскими удостоверениями. На границе они говорили, кто они, куда едут, что они журналисты, какое у них задание и так далее. То есть, когда у них об этом спрашивали, конечно. Но после того, как людей уже стали депортировать с территории Украины, после того, как на въезде им стали ставить в паспорт отметки о том, что три года они не въездные, естественно, мы стали придумывать варианты, как нам можно проехать в страну. И как раз Олег Сидякин и Марат Сайченко одним из таких вариантов воспользовались. То есть, мы придумали вариант, что они проедут туда, что ребята поехали на концерт, посетить концерт. И вот таким образом они туда проехали как раз. А с собой никакой не везли, там аппаратура у нас уже была в Украине, поэтому они проехали, что называется, такие вот пустые, приехали туда. Но их там, конечно, допрашивали, потому что допрашивают всех мужчин, независимо от того, из России, независимо от того, кем они работают и так далее. Но, в общем, они прошли эту проверку, допрашивали сотрудники СБУ. Вчера был острый сюжет в программе «Вести». И вот ее ведущий Андрей Кондрашов дал нам интервью. Его волнует не только факт задержания коллег из Life News, но и раскол в профессиональном сообществе. Но что в этом плане меня особо беспокоит, это то, что отношение внутри России к этим происшествиям стало кардинально противоположным с двух разных лагерей, на которые разделила нас всех журналистов эта информационная война. Ведь помните, когда в плен попадала, например, Елена Масюк из НТВ, когда попадали четверо сотрудников и Тартас, и ВГТРК, Юрий Архипов, Николай Мамулашвили. Ведь тогда мы все общим, единым лагерем боролись за то, чтобы они получили свободу. И никто никогда не думал на тот момент, НТВ ли это, ВГТРК ли это, телеканал России или радио России. А сейчас меня немножко настораживает, вернее, даже немножко, а очень сильно настораживает ситуация, когда в помощниках УСБУ оказываются совершенно наши же журналисты, наши же российские граждане. Вопрос, Юлия, там чувствуется цеховая солидарность? Кто-то помогает друг другу вам из конкурирующих изданий? Я не могу так сказать. Единственное, я вот обратила внимание, но только, наверное, по видео. Хотя мы общаемся с моими коллегами-журналистами, когда мы туда выезжаем, вот с журналистами Russia Today, я не могу их назвать конкурирующими, с журналистами одесских различных изданий. Там как-то все вместе, все общаются, все обдумывают и совместно приходят к каким-то выводам, часто очень осмысливают, потому что, ну, в силу особенностей работы. Вот в Одессе был момент, когда люди стояли около отделения милиции, где были задержаны эти одесситы как раз. И дом, дом-колодец. И невозможно стоять около двух входов одновременно. И вот мы с журналистами попеременно сменялись и отслеживали ситуацию, да, и так координировались из разных изданий и работали впоследствии. Как бы ты пишешь все, все, что ты увидел сам. Показал Анатолий Сулейман, вот сегодня Милый Йовович на Каннском фестивале держал, по-моему, плакат с призывом освободить ваших сотрудников. И Госдепартамент США обратился к СБУ Украины с той же инвективой, с тем же требованием. Вы чувствуете солидарность международного сообщества? Вам, Анатолий, слово. Да, конечно. Я чувствую ее, но это солидарность, да. Но эта солидарность, скажем так, образовалась только после того, как мы подняли вот эту вот такую достаточно большую компанию, да, подключили изначально наших чиновников, подключили изначально наш МИД, затем ОБСЕ подключилось, потом Human Rights, World, World, Watch, да, то есть все вот эти вот организации. И, наконец, по Госдепу я могу сказать следующее. Они же изначально, буквально за сутки до того, как они наконец сказали, что наших ребят можно отпустить, если они не виноваты. Представитель Госдепа Дженнисер Псаки заявил, что у нее есть основания не доверять тому, что наши журналисты это журналисты, а не террористы. Ну, исходя из источников в Киеве. Поэтому, вот что касается всех остальных, ОБСЕ там и так далее и тому подобное, да, тут действительно все объединились. Ну и, скорее всего, Госдепу, я надеюсь, что просто проверив вот эти источники, на которые ссылалась представитель, да, они поняли, что эти источники, ну, привирают, скажем так. У нас сейчас есть стопроцентная уверенность того, что нашим ребятам этот ПЗРК подкинули. То есть мы в этом не сомневались совершенно. Единственное, что нам нужны были какие-то вот, ну, такие доказательства, чтобы можно было ими оперировать, да. Мы эти доказательства сейчас получили, мы пока не можем их озвучивать, но они у нас вот прям, вот прямо есть они у нас. Мы просто не можем их озвучивать, потому что не знаем, как вот сейчас они навредят нашим ребятам или нет, потому что мы до сих пор еще не знаем, где они наши ребята. Их местонахождение нам неизвестно. Предположительно, это Киев. Но где конкретно, непонятно. Вот, соответственно, исходя из всего этого, я считаю, что именно вот это вот давление в итоге, да, всех, всех-всех-всех актеров, чиновников международных организаций, российских организаций и наших коллег, в первую очередь, спасибо вам всем огромное, не позволило как-то переломить все-таки ситуацию. Мы понимаем, что ситуация в Украине уже переломлена. Раз уж Порубий сегодня заявил, что нашими ребятами занимается какой-то следователь, то есть некое правовое русло в итоге дела выведено наконец-то, спустя 96 часов, как их удерживают. Но это говорит все-таки о результате. Отсутствие цеховой солидарности внутри самой России Андрей Кондрашов объясняет по-своему. Цеховой солидарности, на мой взгляд, сегодня мешает та информационная линия, которая благодаря грантам ли, хорошим отношениям ли, но держит определенную линию среди российских СМИ. Я не буду перечислять по пальцам эти СМИ, их можно действительно перечислить по пальцам. Слава тебе, Господи, их немного, но, тем не менее, они имеют свою аудиторию и свое влияние в нашей жизни. Они, на мой взгляд, сегодня просто не могут отойти от генеральной линии, которую транслирует Госдеп. Я не вижу никаких различий в подаче украинских событий со стороны этих СМИ, которые сегодня вдруг вместе с Госдепом и вместе с СБУ стали обвинять наших журналистов в пособничестве терроризму. Но это нонсенс. Ведь, вы понимаете, специфика журналисты работы заключается в том, чтобы добыть информацию. Сегодня Live News работает как профессиональнейшее телевизионное агентство. Они оперативные, они повсеместные, они быстрые и профессиональные. Вопрос Юлии Павлухина. Вы принимаете на свой счет вот эти обвинения Андрея Кондрашова? Он, судя по всему, имеет в виду новую газету и радиостанции либеральные. Ну, я не знаю. На свой счет я не могу, конечно, это применить. Но люди разные. Наверное, какой-то личностный фактор. Может быть, он знает какие-то... Я думаю, что он не просто так говорит. Наверное, какие-то личные там у него данные есть о каких-то людях. Хотя те люди, которые работают вот на Украине, от нашей газеты, это Павел Конегин, Ольга Боброва, я, Ольга Мусофирова. Ну, это люди, которые обычно сотрудничают с очень многими журналистами. Не случайно тогда, как раз когда Пашу взяли в плен, за него готов был журналист заплатить деньги, все, которые у него есть на карточке. Другой иностранного издания. Да-да-да, он же его очень здорово выручил. Да, поэтому чувство плеча, как раз, я вот так понимаю, у них есть чувство команды. Ну, можно ответить Андрею Кондрашову, который обвинил своих коллег в ангажированности, то, что его самого обвиняют в ангажированности, однако он сам посмеивается над теми, кто его в этом упрекает. С улыбкой. Но почему-то моя улыбка как раз больше всего и раздражает украинских коллег. Почему-то они совершенно не готовы к тому, чтобы над ними мы смеялись. К сожалению, они сегодня вызывают как раз смех и, ну, скажу вам честно, сквозь слезы, потому что им действительно очень трудно работать сейчас. Нам правда легко. Вот правда, я вам серьезно говорю, потому что мы реально показываем все то, что происходит. Вот сейчас бой в Лисичанске. Вот покажут это по украинских каналам? Нет. А сегодня у нас будет огромный репортаж о том, как идет бой в Лисичанске, как взорван мост, как идет бомбежка. Они же этого не показывают. Кому труднее работать? Мне или им? Когда меня упрекают лично, да, приходят какие-то колкости в социальных сетях, но правда, ничего кроме улыбки у меня это не вызывает. Потому что если люди не идут на прямую дискуссию, не хотят поспорить, хотя мы очень часто приглашаем их в студию, да, ну, значит, нет аргументов. Они заканчиваются буквально сразу, как только прописные какие-то факты, которые они запомнили и разучили, заканчиваются. Да, как только они заканчиваются, им больше нечего сказать. Вопрос Анатолия Сулейманова. Удается найти украинских адвокатов для ваших сотрудников? Да, конечно, мы их нашли уже два дня. Они вместе с нашими юристами работают в Киеве, ездят, даже три дня ездят уже по всем СИЗО. В первую очередь объехали все СИЗО, все ИВС Киева, в том числе СИЗО, которое принадлежит СБУ. Соответственно, во всех этих СИЗО наших ребят не обнаружили. В самих СИЗО сказали, что вот у нас такие законы, что, ну, если нет СИЗО, значит, у нас смысла нет их прятать в СИЗО конкретно. Но если вы не можете найти ваших ребят, то вполне вероятно, что они могут быть либо в СИЗО другого города какого-то, любого, Днепропетровска, например, как вариант, либо где-нибудь в какой-нибудь воинской части, под тем же Киевом. Ну, а туда, соответственно, юристам, адвокатам вход заказан. Ну, и найти это будет достаточно сложно. Но, тем не менее, мы где-то процентов на 80 продолжаем быть уверенными, что они находятся в Киеве. Просто потому, что пока у нас больше информации приходит все-таки, что они в Киеве находятся. Хотя мы не исключаем и других вариантов тоже. Ну, например, Днепропетровск. Юлия, вопрос. В чем специфика работы юристов сейчас вот в нынешней Украине? Ну, в целом адвокаты, я, насколько знаю, с адвокатами постоянные сложности возникают, когда ищут... Вот, например, я знаю, искали... Девушки, это не журналистка, вот моя Мария Каледа. Ей искали адвокатов достаточно долго на Украине, вот, в Киеве, во всяком случае. Потом, я знаю, что вот, когда история была с журналистами НТВ, центрального телевидения, они искали очень оперативно адвокатов. Вот, важно понять, чтобы адвокат все-таки оставался адвокатом и поддерживал, собственно, именно свою профессиональную деятельность. Вот, как сейчас рассказывают, когда они обходят все СИЗО и разыскивают ребят и безотносительно своих каких-либо гражданских позиций, взглядов и прочих каких-либо интересов. Да, вот, накануне в программе «Весть» у Андрея Кондрашова эмоционально выступил Ашот Габрелянов. Он так среагировал на публикацию поста на сайте «Эхо Москвы», где журналист киевский обвинял коллег из LifeNews в действиях на стороне одной из конфликтующих группировок. Это был эфир «Вестей», и вот Андрей Кондрашов оправдывает эмоциональное состояние оратора. Ну, вы знаете, так подло по отношению к коллегам, с другой стороны, никто раньше и не поступал. Мне эмоционально совершенно понятна позиция Арама Ашотовича и Ашота, да, потому что действительно это впервые в истории российской журналистики, когда идет нож в спину, вот от своих же коллег. Такого не было никогда. Можно спорить, как, в какой форме преподносить свою реакцию. Это уже вопрос этики, это уже вопрос к тем, кто спорит в данном конфликте. Но я считаю, что выразить свое отношение человек имеет право. Кстати, Венедиктов тоже имеет право высказать свою позицию и высказывает. В данном случае он не использует свои какие-то высказывания, такого же, может быть, хлесткого эмоционального характера, как Арам Ашотович, только потому, что рыльца в пушку, извините. Вопрос Анатолию Сулейманову. Чем можно объяснить вчерашнее эмоциональное состояние вашего коллеги? Я вам скажу откровенно, я понимаю эту ситуацию следующим образом. Дело в том, что природа этого конфликта изначально с эхо Москвы и так далее, это видео, наше видео, которое появилось у нас, если не ошибаюсь, 19 мая на сайте. Это бой, обстрел блокпоста ополченцами, блокпоста надгвардии Украины, ополченцами между Славянском и Краматорском. Там все достаточно хлестко, они стреляют из ПТРК, противотанковый ракетный комплекс такой, потом они стреляют из крупнокалиберных пулеметов, и там голос за кадром ведет бой, корректирует огонь, управляет этим боем, по сути. И после этого, собственно говоря, украинские СМИ в течение суток до того, как это появилось вообще на радио «Эхо Москвы», до того, как это появилось утром на радио «Эхо Москвы», в течение суток вменяли нам вину, что слышите вот этот голос за кадром, который корректирует бой? Этот голос принадлежит оператору «Лайф Ньюс», съемочной группы «Лайф Ньюс». Это он корректирует бой, это он радуется попаданием и так далее и тому подобное. Но мы реагировали на это как на бред. Ну, идет с их стороны некая информационная война, им же надо как-то закрепиться. Вот сначала они ПЗРК положили нашим ребятам, Теперь вот они, чтобы подтвердить, что они типа террористы, вот они говорят сейчас, что вот видите, вот они, вот журналисты «Лайф Ньюс» участвуют в бою. Не просто там снимают бой, но еще и там корректируют огонь и так далее и тому подобное. Мы реагировали на это в течение суток, мы никак не реагировали, пока это было на украинских сайтах. И когда с утра, надо сказать, что это видео нам сняли ополченцы, они сами снимали. Мы просто им нашли, мы прикрепили, да, такие GoPro и блоги, есть такое приспособление для видеосъемки. И, соответственно, они нам приезжают потом и отдают это видео. Мы не покупаем это видео, они нам сами его отдают. Информацию, соответственно, сообщают о том, где был бой, какие силы и так далее. Ну и вот, и до того, как это видео появилось на «Эхо Москвы» рано утром в 7 часов 30 утра, да, мы относились к этому как к бредятине просто. И все, мы никак на это не реагировали. Но понимаете, в чем дело? Как только это появилось на сайте «Эхо Москвы», по сути, этот бред был легитимизирован. Объясню почему. Это достаточно авторитетный ресурс, да, верно. Никто с этим не поспорит. И, соответственно, пока это было на украинских СМИ, ну, понятно, на украинских СМИ. Но когда это в таком обвинительном тоне, а там действительно тон вот этого блогера, который называет себя журналистом, я забыл его, городец или баронец, не баронец, а странная такая фамилия. В общем, он достаточно огульно это все делает, он хотя бы сравнил голоса наших ребят. Ну, это понятно, это такая информационная война, информационный такой бред, да. Но, тем не менее, если «Эхо Москвы» уж поставило это в 7 часов 30 минут, то они могли сначала, предварительно, перед тем, как поставить, хотя бы позвонить. Позвонить и уточнить. Ребята, вот смотрите, что у нас есть. Вы скажите, что вы по этому поводу вообще думаете. А мы бы сказали, что мы думаем, мы бы сообщили. Послушайте, у нас есть конкретный ополченец, у него позывной Моторола. Именно его голос звучит за кадром. Ребят, не поддавайтесь на эту ДЭСу. Хотите, мы предоставим вам доказательства. Вот смотрите съемку, на которой этот ополченец корректирует, ведет бой в другом месте. Слышите его голос? Они совпадают. Хотите, проведите анализ, экспертизу голосовую. Без проблем. Но когда вы в 7 часов 30 минут ставите вот это вот в топы себе новостей наверху, и там начинаются комментарии, а, ну все понятно журналистами LifeNews. И все блогеры начинают вот это вот цеплять все и говорить, а, ну все понятно журналистами LifeNews. И это все длится, длится, длится. А потом я это вижу и в панике начинаю звонить на «Эхо Москвы», требую, чтобы меня связали с кем-то хотя бы, и чтобы я хоть что-то сказал в ответ, да, вообще и объяснил, откуда это видео, и что это за голос за кадром, который не принадлежит нашей группе, потому что наша группа в этот момент была в 15 километрах от этого боя. Понимаете, только тогда ситуация как-то поменялась, и, наверное, на «Эхо Москвы» поняли, что, пожалуй, они немножечко облажались, как говорится. Потому что за наших ребят там была назначена, за ребят, которые в Славянске работают, была назначена конкретная цена. Я не хочу называть этого человека, но была цена сначала 10 тысяч долларов, потом 20 тысяч долларов, а когда вот это видео стали обсуждать украинские СМИ, а потом еще и «Эхо Москвы» это у себя опубликовало, соответственно, цена поднялась до 30 тысяч долларов. — Понятно, Анатолий. Давайте дадим слово Юле. — Естественно, это оскорбление, оно понятно, вы понимаете? Это действительно нож в спину, по-другому это назвать невозможно. — Юля, как по-вашему, да. — Я думаю, что Канн Египтов отлично это понимает. — Да, вот, к сожалению, он сейчас на петербургском форуме и не сможет... Но мы потом у него отдельно спросим его мнение. Вопрос Юлии, как по-вашему, вот эти вот жареные съемки, которые сейчас кишат, которыми интернет, можно их вот вешать на сайт какого-то конкретного издания без пред... как бы сказать, предпродакшена, без проверки? — Вот у нас была одна ситуация, я могу привести просто пример. Это нашей редакционной политики. Когда я захожу к главному редактору, я общаюсь со своими знакомыми в Харькове, общаюсь со своими знакомыми в Донецке, обладаю какой-то информацией. Подхожу к главному редактору Дмитрию Андреевичу Муратому и рассказываю вот в данном случае, что мне рассказали люди, журналисты там, оттуда. Он мне говорит, Юль, вот на Украине сейчас такая ситуация. Мы не можем объективно оценить, что там происходит и что говорят люди. Мы верим только нашим журналистам. Поэтому вот в нашей газете публикуется только то, что видят непосредственно журналисты новой газеты под своими глазами. Объективность вот такова, правда. Потому что там действительно идут военные, разворачиваются. Где-то бои, где-то боевики берут в плен людей. Кто из них боевики? Какого они качества, формата? Являются ли они боевиками? Ну, все вызывает вопросы. Там смутное время отчасти. То есть вы услугами информаторов таких стараетесь не пользоваться, да? Я бы сказала, что не пользуемся вообще. А вот как вам та позиция, которую Анатолий занимает, что можно вот этот регистратор поставить на каску? Опять же, нет. Это другая ситуация. Он очень внятно объяснил. Это его журналисты приехали. Они переговорили с конкретными людьми. Они их видели своими глазами. Они с ними работают. У них есть договоренности. Фильтр такой есть, да? Да. И они в них уверены. Они лично на них, видимо, закрепляли какие-то свои устройства. И потом лично, я думаю, снимали с них эту информацию. То есть когда они пришли с бой. То есть это какой-то, наверное, был пост, на котором они их отправляли, на котором они их встречали. Поэтому я думаю, что здесь такая же ситуация. Журналисты Life News, я думаю, доверяют, руководство Life News доверяет своим журналистам. Я видела их видео в Одессе. Я видела их видео в Славянске. Я видела в Краматорске только, правда, их задержанных. Но у них много они работают. А есть у них, как вы считаете, на стороне, что ли, Киева официального такие же информаторы? Я не могу сказать, поскольку не очень слежу за тем, что у них публикуется. В силу того, что не всегда там некогда, нет, есть время. Но я думаю, что при желании есть. Например, вот Аркадий Бабченко поехал же. Он журналист другого издания. Но вот он поехал и общается с войсками Украины, с Нацгвардией. И работает с ними сейчас. Я с ним сегодня говорил, да, он там. Вот. То есть это, я думаю, даже не выбор журналиста, а журналист, с кем, получается, договориться, с тем и работает. Ну, в данном случае, может быть, какие-то личные контакты, проще выстраиваются отношения. Так это все. Давайте послушаем Андрея Кондрашова, который пока не видит точек соприкосновения с теми, кто думает иначе, чем он. Понимаете, пока в обществе не будет модным говорить все, что угодно, лишь бы это было против власти, пока пятая колонна на наших глазах не будет формироваться каждый день, мы не избежим цехового раскола. И если от нашего большого журналистского цеха отколется его пятая колонна, я буду только рад. Понимаете, вот отличие всего лишь в том, что, вот, например, мы, да, а я в данном случае представляю государственные СМИ, вне всякого сомнения заступимся за любого гражданина, который, исполняя свой профессиональный долг, журналистский попадет в плен. Но я сильно сомневаюсь, что те люди, которые сегодня критикуют Live News, заступятся также за всех. Они будут подходить очень-очень избирательно. И все будет зависеть от того, каковы на тот момент взаимоотношения Москвы и Вашингтона. Если они будут такими же, то на любого журналиста, который отражает государственную точку зрения, будут спущены все те собаки, которые сегодня пятая колонна спускает на Live News. Вот вопрос, Анатолий Сулейман, у Вас есть информаторы среди сторонников Майдана? И также работают ли на их стороне Ваши сотрудники? Вот когда только все начиналось в Киеве, еще в ноябре прошлого года, в декабре прошлого года, январь, середина февраля, у нас было очень много людей, которые нам в том числе помогали с украинской стороны. Причем, вы знаете, вот я вам честно скажу, очень большое значение имеют деньги. Мы вот настолько легко люди, услышав о какой-то сумме, пусть даже небольшой, шли на контакт, что даже в России такого не бывает. Не то, что даже, а в России такого не бывает, поверьте. Но с течением времени, с тем, как развивались события, там, Славянск, Донецкая Республика и так далее, и тому подобное, людей таких становится все меньше и меньше. Но на самом деле у нас есть, конечно, такие люди, которые нам сообщают. В том числе, я уже об этом говорил, у нас есть источники в СБУ тоже, которые точно так же нам помогают. Причем уже, на самом деле, помогают совсем не за деньги. А вот за идею помогают. Потому что им не нравится то, что происходит в стране. Потому что ситуация сейчас такая, что уже деньгами, скажем так, уже ничем не помочь. Тут в этой ситуации уже можно принимать какое-то решение и на этой стороне, или на той, скажем так. Вопрос, Юлия, как вам тоже в Одессе работалось среди двух враждующих лагерей? Тяжело психологически, скорее, чем. Я когда приехала в Одессу, полдня я провела со сторонниками антимайдана, и они рассказывали очень страшные вещи. Позже я приехала к сторонникам Майдана. Это не отряды самообороны, а именно вот сторонники Майдана. Они были в Киеве, они в Одессе. Они не оправдывали то, что произошло в Доме профсоюзов, но логически старались это объяснить. Вот как к этому можно было прийти. Мне немножко это было чуждо и не поддавалось моему осознанию, потому что я в конце все-таки им сказала, что как же, ну, все-таки погибшие люди, их ничем нельзя оправдать, это преступление. И, видимо, вот как-то придя в себя, они мне так сказали. Ну, Юль, если ты думаешь, что мы это одобряем, то, в общем, ты ошибаешься, мы это все осуждаем. Вот. Сложности есть свои. В принципе, скорее, какая-то реакция возникает уже после публикации. Ты публикуешь, и у людей там вот рецепторы чувства, они настолько обнажены, что они воспринимают немножечко все по-другому. Они, когда ты стараешься объективно писать и про ту сторону, и про другую, и об их ответственности, и та, и другая сторона начинает обижаться и говорить, а почему ты про это написала? А про это-то почему написала? А ты не написала, что вот сторонники Майдана помогали, хотя вот я описала конкретного врача, который помогал. Ну, вот есть такие вот вещи, и сложность только в этом. Впоследствии это может где-то прервать твое общение с людьми, причем еще вчера ты с ними общался очень хорошо и очень тесно, а завтра можешь приехать, и они с тобой даже не поздороваются, это будет их выбор, потому что их можно понять, у них другое состояние, у них другое понимание сейчас реальности, они действительно видели кровь на Майдане, видели кровь тут, и я не могу даже осуждать этих людей. Вопрос Анатолия Сулейманова. Как вы считаете, после вот этого конфликта можно ли будет констатировать, что полностью испорчено отношение Live News с официальным Киевом, и вы сможете работать только на стороне сепаратистов? Ну, вы знаете, я думаю, что здесь и так уже все понятно. Мяч сейчас, конечно же, на стороне официального Киева, но вряд ли мы, не то, что мы сможем работать с официальным Киевом, уже вот там все мосты уже, по сути, практически сожжены, скажем так, потому что это ведь не первый случай. Когда наш корреспондент в Славянске подошел, пошел к блокпосту украинской нацгвардии, чтобы задать им вопросы, его интересовало, вот действительно, чисто информационно, во сколько был бой, сколько человек погибло с этой стороны, сколько человек погибло с той стороны, раненые есть, нет раненых, есть ли вообще погибшие, да, его действительно интересовала, чисто информационная сторона этого дела. Так вот, наш корреспондент Сергей Голяндин, мы уже об этом говорили и писали, пошел в сторону блокпоста, его там поставили на колени, ткнули в него стволами, и там передернули стволы, ткнули в него, да, ну и, соответственно, вот после этого, вот правда, и все это, на самом деле, на глазах его девушки, скажем так, которая работает корреспондентом, и которая с ним там работала. Ну, вы понимаете, тут вообще очень сложно. Или когда наших ребят, с Краматорски, того же Олега Сидякина и Марата Сайченко, да, когда они пробирались к месту боя, там, где они сняли вертолеты ООНовские, это именно они сняли вертолеты ООНовские, символикой ООН, когда они пробирались к месту боя, их несколько раз обстреляли. Ну, вот, понимаете, сложно как-то, сложно как-то говорить с людьми, которые в тебя стреляют, которые тебя ставят на колени, и так далее. Это действительно сложно, это по-человечески сложно в первую очередь. Я думаю, что вы меня понимаете. Андрей Кондрашов, который дал нам сегодня интервью, он один из тех журналистов, которые были награждены за освещение событий на Украине. Он убежден, что защищал интересы страны. Ну, вы знаете, там на награде-то не написано ничего, что написано на любой медали или ордене. Ну, понятное дело, мы просто сами прекрасно понимаем, что СМИ выполняли роль, свою определенную роль, патриотическую роль, не буду скрывать, в тех событиях, которые были вызваны не нами, а были вызваны Майданом, переворотом и так далее. Та позиция, которую заняли ряд СМИ, которая позволила в результате воссоединиться Крыму с Россией в том числе, да, наверное, это роль. Я думаю, что достойно ответить СМИ в этой ситуации. Я не особо горжусь по своему характеру ни наградами, ни поощрениями, ни похвалами, вот, но в данном случае отказываться от этой награды я никогда не буду, это часть истории моей страны. Юлия, как вы считаете, почему вот журналисты новой газеты там и других не столь верных Кремлю изданий, опальных даже, можно сказать, изданий телеканала Дождь не были награждены этим секретным указом? Да, не знаю. Анатолий, а ваши были награждены сотрудники? Да, наши сотрудники были награждены. Ну, уже давно это не секрет, что этот секретный указ. Вы как-то подавали наградные листы или это была инициатива Кремля? Вы знаете, мы изначально, ну, естественно, у нас был список людей, которые работали в Крыму, которые работали на Майдане, которые работали в Крыму, и эти люди, которые там были контужены, ранены в том числе, ну, такие люди есть, это можно в прямом эфире даже поднять какие-то прямые эфиры, это происходило в прямом эфире. Соответственно, я, честно говоря, когда мы составляли какие-то списки, я вообще не знал о том, куда они пойдут, для чего они. Я просто составил, у меня был список ребят, которых мы должны были наградить внутри компании. По итогам, скажем так, командировок. Кто-то был полтора месяца и ездил из Киева в Крым, из Крыма, потом снова в Киев пробирался и так далее. То есть списков, на самом деле, я никаких не составлял, но у меня были списки на награждение внутри компании. И там так получилось, что эти списки затем уже оказались через какое-то время, люди из этого списка оказались награждены. А так изначально мы их поощрили именно в компании денежными, денежным вознаграждением. Мы их поощрили за то, что в первую очередь они действительно работая там в непростых условиях, это прежде всего непростые условия, вы понимаете, да? Но по сути работали и люди терпели действительно, терпели решение. Я вот помню, когда у нас взяли тоже заложниками Елену Масюк, Дмитрия Ольчева, Илью Мордякова на НТВ, наше руководство перестало посылать на некоторое время в командировки людей. Я даже знаю, что в новой газете бывали такие времена. Как вы считаете, вот вопрос Юлии, можно ли сейчас вот в таких сложных условиях отказаться от того, чтобы все-таки работали наши сотрудники в горячей точке? Я не знаю, насколько это целесообразно. Сейчас я спрошу, есть связь с Киевом? А, тогда вот давайте у нас на связи Антон Гераченко, замминистра внутренних дел Украины. Добрый вечер, Антон. Скажите, пожалуйста, что инкриминируется Олегу Сидякину и Марату Сайченко? Инкриминируется посудничество террористов. Поскольку они присутствовали в момент подготовки террористического акта, когда террорист готовился запустить ракету в сторону украинских военнослужащих, могли погибнуть люди. И, в общем-то, по-другому есть такое понятие «снаф-видео». Это когда заснимается убийство человека, потом другие люди платят за то, чтобы его просматривать. Практически эти вот граждане России осуществляли такую деятельность. Они планировали заснимать убийство людей. вместе с террористами. А у них сейчас есть адвокаты? И где они примерно находятся? Вы хотя бы можете сказать город, в котором их содержат? Они задержаны, арестованы судом в городе Киеве. Находятся в городе Киеве. Вот если, Анатолий, у вас есть вопросы к замминистру внутренних дел Украины Антону Гераченко? Вот этот третий человек, который был с ними задержан, он в каком статусе вообще находится? Он кто? Это он собирался стрелять из ПЗРК? Они были рядом. Они имеют арестованных на сегодняшний день. Идет уголовное дело. Подозревается данное граждане в терроризме. То есть непосредственно тот, кто запускал эти ракеты, соответственно, тот будет иметь статус террориста в случае, если он будет в сторону Судон. Те граждане, которые готовили заснимать это, присутствовали при этом. То есть такое понятие как пособники в осуществлении преступления. А как вы получили эту лапись? Я понимаю, но вот этот третий человек. Третий человек, он собирался, как я понимаю, запускать ракету, верно? Раз наши ребята, как вы говорите, собирались снимать. Сходя из того, что мне известно, да. А кто он такой-то? Может быть, он вообще случайно как-то там оказался? Дело ведется. Служба безопасности Украины. Эти три гражданина у нас сегодняшний находятся в ее видении. Поэтому я детали по фамилиям, именам, как он там оказался, я вам сказать не могу. Я могу сказать одно, что если бы в Российской Федерации где-то какой-то гражданин готовился запустить противотанковую ракету, и рядом с ним бы находились журналисты телеканала там в России, например, и они были бы задержаны в ФСБ, то я думаю, что судьба была бы аналогичной. Они также были бы задержаны, арестованы. Поэтому мне не совсем понятно, почему творится такая истерия вокруг этого момента. Я не понимаю, почему-то истерия вокруг этого момента. Дело в том, что вот этот человек, о котором вы говорите, третий, он, собственно говоря, никакого отношения вообще к этому ПЗРК не имел. И давайте будем, мы все прекрасно знаем. Давайте это разобрали по-другому. Давайте дождемся результата следствия. Результаты следствия нечеркнули в суд. Он вынесет свое решение. Давайте запомним этот разговор. Вот лично вы и лично я запомним этот разговор. И посмотрим. Буквально через, может быть, день-два вернемся к этому с вами разговору. Может быть, мы не вернемся, но и вы будете знать результаты, да? И я буду знать результаты. И вот этот наш разговор, он, как сказать, вы измените свое мнение. Я более чем уверен. Ну, или изменят свое мнение, по крайней мере, те люди, которые вот сейчас нас слушают, которые верят вам. Они изменят это. Смотрите, я не прошу видеть меня, я высказываю свою точку зрения, да? Вы высказываете у вас. Я понимаю. Я знаю только одно. Скажите, а в каком суде они были арестованы? Что вы говорите? Алло, в каком суде они арестованы? Вы можете подсказать, в каком суде? Еще раз повторяю. Я работаю в Минстерстве внутренних дел. Данные граждане находятся в виде и в Службы безопасности Украины. Соответственно, Служба безопасности Украины завидует вопросами, о каком суде занимаются меры пресечения данным гражданам. Сегодня Госдепартамент США обратился с просьбой повнимательнее отнестись. Могли бы американцы стать посредниками в решении судьбы российских журналистов? Ну, если Госдепартамент обратился, то он обратился в Министерство внутренних дел. Я не пережил стрелки, но так и есть. Поэтому, наверное, я мог бы. Наверное, я мог бы участвовать в таких вопросах. Но я еще раз хочу сказать, как бы отнеслись российские граждане, если бы где-то в России будет найдено три гражданина, которые бы при себе имели целый комплекс ПЗРК, ручные гранаты, и так далее. Как бы отнеслись бы к ним, если бы арестовала ФСБ по подразделению подготовки террористического акта? Это было бы нормально, например, в Подмосковье где-то, рядом с аэропортом. Понимаете? Это было бы нормально, как вы считаете? Ну, Антон, мы не отвечаем за Кремль, мы же независимые журналисты. Давайте мы так поставим вопрос. Я поэтому говорю во всем сейчас радиослушателям. Я не совсем понимаю, в чем проблема в данном случае. Задержаны граждане, есть видеозапись, вокруг них валяется куча оружия. По тем данным, которые обнародованы Службой безопасности Украины, эти граждане, так сказать, планировали совершение террористического акта. А как вы думаете, возможно ли их обмен на ваших сотрудников, которые могут оказаться в руках сепаратистов? А как вы считаете, Антон? Ну, если на то будет принято соответствующее решение, наверное, да. Хотя это тоже ненормальный процесс, скромно говоря. Граждане России или граждане других стран, которые участвуют в поступке террористов, должны нести своего наказания. Ну, бывает всякое, Антон, все-таки. Терроризм – это тяжкое преступление и в России, и в Украине, и во всем цивилизованном мире. А в каких условиях они содержатся? Хватает ли им еды, воды? Может, они какие-нибудь просьбы имеют через вас передать? Я прошу прощения, еще раз говорю, что я работаю в Министерстве на Тенедел. Их соединяет заслужба безопасности Украины. Поэтому эти вопросы нужно адресовать туда. Насколько я понимаю, у нас цивилизованная страна и со всеми задержанными относятся хорошо. Их не раздевают, не выкалывают им глаза и не пытают, как это происходит с Лаевскими и теми же задержанными сотрудниками с судьбой безопасности Украины. В этом вы можете не сомневаться. А вот в вашем ведомстве, Антон, есть какие-нибудь тоже подозрительные люди, которые тоже задержаны при исполнении журналистских обязанностей? У нас нет таких граждан на сегодняшний день. А были они за время конфликта двустороннего? Был вопрос про журналисту Russia Today. Его, насколько я помню, задерживали совместные с судьбой безопасности Украины. По-моему, он уже передан как иностранный гражданин представителем иностранного государства. Да, это мы знаем. Я предложил бы вам такую, знаете, тему вопроса. Какова должна быть журналистика в ходе вот такого рода конфликтов? Когда есть сторона террористов, которые терроризируют граждан, да, Украина и уничтожают и убивают украинских военнослужащих. И когда все это представляется в таком свете, как будто эти журналисты, знаете, тут просто ни при чем. А будет какая-то голосовая экспертиза проведена? Их ли это запись, их ли это съемка, Антон? Ну, я думаю, что следователь Союза безопасности Украины должен будет это все сделать, естественно. Потому что, я так понимаю, что редакция Life News отвергает авторство этой съемки, Анатолий Слова-Сулейманова? А авторство какой съемки, извините? У нас есть съемка, которая ходит обстрел этого блока-поста в Славянске, под Славянском, вернее, между Славянском и Краматорском, в котором утверждают, что это якобы голос за кадром принадлежит кому-то из нашей съемочной группы. Это вот это имеется в виду, да? Да-да-да, экспертизу собираются провести. Да, ради бога, пускай проводят экспертизу, мы уже все сделали для этого, мы сняли этого самого ополченца, пускай зайдут к нам на сайт, найдут, вот, как вас зовут? Антон, как зовут этого? Антон Гераченко, вы готовы с ними сотрудничать? Мы тогда поменяемся с вами телефонами? Да, мы готовы им передать ссылки у нас на сайте, мы сняли этого ополченца, который, голос которого за кадром, возьмите и сделайте экспертизу, если вы на слух не можете приблизительно понять, что это Николас, Марата Сайченко и Олега Сидякина, сделайте, ради бога, эту экспертизу, тем более, что наших ребят задержали 18 мая, а эта съемка была 19 мая, если вы позоритесь, то, ну не позоритесь так явно, в первую очередь, во-вторых, во-вторых, я еще раз вам говорю, ПЗРК, ПЗРК, вы просто тупо подкинули, принесли на поле аэродрома, сунули под нос и спросили, это ПЗРК, это ваше? Наши ребята ответили, не наше, еще раз спросили, ну как же не ваше? Это же было у вас, нет, это не наше, вот я знаю, о чем говорю, и мы это докажем в ближайшее время, и вот точно так же, как с этим видео, блок обстрела, блок обстрела... Анатолий, давайте вам слово для ответа имеет Антон Гераченко, замминистраем ДНК. Смотрите, я могу сказать, что мое личное отношение к телеканалу Лайф-Ньюс резко негативное, поскольку эта организация занимается больше пособничеством террористам и разведкой в их пользу, заснимая определенные моменты и показывая их специально для того, чтобы террористы могли лучше знать, где находятся позиции украинских войск и нанесить на этом больше ущерб. Потом, что касается вопроса манипуляции, о которых сейчас говорит представитель, я так понимаю, данного телеканала. Так вот, я хочу сказать, чтобы вы, пожалуйста, посреди манипуляции первого телеканала России с господином Киселевым, когда показывают Влад Славянск, труп якобы убитого национальными гвардейцами жителя Мирного Славянска, потом оказывается, что этот сюжет взят с двухгодичной давности операции в Кабардино-Балкарии, кажется. Поэтому, извините, но есть такое понятие, чья бы корова мычала. Поэтому, я считаю, что следствие будет проведено, всему будет дана правовая оценка, вы можете сделать им 28 адвокатов, которые будут отставить их позицию. Пожалуйста, у вас, я думаю, обеспеченный телеканал, обеспечьте, пожалуйста, ваших журналистов, адвокатами. А дальше будем действовать по закону. Спасибо, Антон. Как вы считаете, будет ли обеспечен порядок на выборах в воскресенье? Вы знаете, очень сложно обеспечивать порядок на выборах, когда, забегая в избирательную комиссию, десяток человек с автоматами Калашникова начинают стрелять в воздух и запугивать членов избирательных комиссий. Будем прямо говорить. То есть, идет разгул терроризм, который поддерживается, вы знаете, изгне. Поэтому, конечно, в Донецкой и Луганской области выборы будут проведены лишь в той части, где обеспечен порядок и безопасность. Но, еще раз говорю, что каждый, кто нарушает порядок на выборах, каждый, кто совершает преступление после выбора, будет зафиксирован, рано или поздно понесет свое наказание. Антон, а есть ли до сих пор ограничения на въезд гражданам России? Еще раз повторите, пожалуйста. Ограничения сохраняются на въезд мужчинам гражданства России? Ну, определенные ограничения есть. Опять-таки, осматривают тех граждан, которые имеют возможные намерения на участие в террористических действиях против украинских гражданских и военных лиц. Например, вчера в Харькове задержали гражданина России, который имел опыт двух чеченских компаний, был снайпером. И, естественно, такой гражданин после определенного вопроса сказал, что да, он хочет принять участие в вооруженном конфликте против Украины. Естественно, таких граждан мы не допускаем в Украину. Спасибо вам большое. Это Антон Гераченко, заместитель внутреннего дела Украины. Участвовал в нашей передаче. Теперь последнее слово давайте оставим. За Юлией Полухиной. Как вы считаете? Да, еще раз спасибо Антону. Какое пределы допустимого для журналиста на войне, Юлия? Журналист, выполняя свою профессиональную обязанность, я считаю, это моя исключительная позиция, он должен работать там, где он может работать, где ему дают возможность работать. И выдавать людям максимально объективно информацию о том, что он видит и слышит. Работает он в штабе оппозиции, работает ли он среди наоборот нацгвардии Украины, либо еще кого-то. Поэтому я не вижу, я не считаю, что, конечно, они там работали с боевиками, это моя позиция, занимались пособничеством террористов. Большое спасибо, Юлия. Напомню, что судьбу журналистов Life News, которые были задержаны, Олега Сидякина и Марата Сайченко, мы обсуждали вместе с нашими коллегами Юлией Полухиной из «Новой газеты», главным редактором телеканала Life News Анатолием Сулеймановым и заместителем министра внутренних дел Украины Антоном Герасченко. Те трое были у нас в прямом эфире. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени», на микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева.